Продолжение следует... Я очень рад, имею возможность сегодня участвовать в вашей конференции. Извиняюсь, что сегодня не смог участвовать в утром. Но я все-таки скажу пару слов, что я был тоже очень в значительном мероприятии. Вы знаете, что сегодня есть тоже, оказывается, одна из дат тоже в Российской Федерации. День памяти политических жертв. Я был вот в полигоне Куманарка, где собирали все родственники, пять автобусов, погибших там покороненных людей. Почему ехали мы? Потому что там тоже покоронено 150 литовцев. Три члены бывшего правительства до 40-го года, министра наших военных дел. И также дипломаты, также политики и общественные деятели и так далее. Было очень волнительно, что в прошлом году мы помогли дочери нашего бывшего министра, именно по военным делам министра Скучаса, была племянница, которая именно нашла, что именно мы доказали, что он именно покоронен там. И я только извиняюсь, что отвлекся, но мне было сегодня тоже оставило очень большое впечатление, что российские организации, музей УЛАГа, Мемориал и также правительство Москвы участвовало, даже все это мероприятие организовывало правительство. Отрадно, что правительство Москвы и власти тоже в последние дними уделяют очень большое внимание Российской Федерации к вечению памяти политических жертв и репрессий. И, кстати, осенью там будет открыто очень большой меморальный памятник, где будут записаны все фамилии. 20 тысяч. И среди них и литовцы. Да, и литовцы. Спасибо. А теперь я рад, что вы сегодня тоже дема очень интересная. Моя первая специальность тоже филология. Я помню с первого дня, как я вступил в университет, с первого дня даже все преподаватели говорили о том, что мы имеем очень близкие люди, проживающие, конечно, здесь, Россия, Вячеслава Всеволодовича Иванова и Владимировича Николаевича Топорова. Я извиняюсь, что у нас в Литве, как вы знаете, принято, у нас даже преподаватели говорили, что просто ученый Иванов и ученый Топоров. Все говорили только просто без имен и отчества. Ну, все время тоже, конечно, было подчеркнуто, что это настоящие друзья Литвы. Я это помню с первых лет моих студенческих лет. Для Литвы, особенно, конечно, особенно для литовской академической общественности и также ученые Иванов, извините, и Топоров в первую очередь, дорогие как ученые, благодаря которым был по-новому поставлен вопрос о контактах балто-славянских языков. Еще в 1958 году, это очень давно, они выступили с совместным докладом в Международном конгрессе славистов и доказали значение балтистики для изучения славянских языков. Заявили о том, что балтийские языки более древние, что славянские языки производные от периферийного диалекта балтийских языков. Иванов и Топоров были родоначальниками балто-славянских исследований в Москве. Мы за это очень благодарны и гордимся. Их усилиями был создан центр балтистики, института авиавведения. Я, извиняюсь, сегодня не знаю, работает еще такой институт? Да. Работает, да. А я был, так надо посидеть обязательно, я был в центре балтистики университета. И даже вот МГУ, да, и где работает Вильма тоже. Ваше учреждение ГИМО. ГИМО, да. Так есть центры, несколько. И даже был создан также сборник балто-славянских исследований. Стали организовываться конференции по балтистике. Задуманные вот упамятные конференции, балтийские конференции в Москве были возрождены в 1998 году. Именно в этом здании, в доме Балтрушайдеса, благодаря сотрудничеству ученых, которых вы сегодня представляете, и так, с тогдашним атташе по культуре, энтузиастом Йозесом Будрайдесом. И благодаря вашей помощи, это, наверное, больше Татьяна Владимировна Цивьян поддерживает этот дух, и да, и продолжается эта традиция, и сегодня мы рады. Связи Иванова и Топорова с Литвой и с литовцами вышли за границы филологии. Благодаря своими научными интересами они сблизились с Литвой и с литовцами, нашли там много друзей и единомышленников. Как я сказал, многие об этом говорили. Особенно институт нашей литературы и языка. Сегодня есть представители, насколько понял, участвуют в конференции. Литовцы посвящали не только их труды и научные деятельности, так же и общественные политические поддержки. Мы знаем то, что после трагических январских событий в 1991 году Владимир Николаевич отказался от государственной премии здесь, в Российской Федерации. А в 1999 году мы гордимся, что был награжден Владимир Николаевич орденом великого князя литовского Генеменеса. Это, конечно, одно из таких почетных награждений. Обычно заграничные граждане, проживающие за рубежом Литвы, не награждаются только особых случаев, они награждаются только орденом заслослуги Литве. Это показывает, что мы признаем как своего гражданина. Символично тоже я упомянул наш институт литовского языка, что первый меморальный кабинет Владимира Николаевича Топорова был также создан в Литве, в институте литовского языка. В кабинете собраны, наверное, многие были вещи. После смерти вы траетесь им и были переданы институту. Это очень символично. Также символично, что первая конференция, посвященная именно выдним деятелям Иванову и его другу Владимиру Николаевичу Топорову, именно проходит здесь, в Литовском посольстве, в Литовской республике. Для нас это очень большая честь. Я сегодня очень рад, что на этом вечере присутствует дава Вячеслава Всеволодовича Светлана Яунидовна. Спасибо вам, что вы пришли. Я хотел поблагодарить за то, что вы сегодня с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Я сегодня уже упомянул Татьяну Владимировну Цегьян. Представить мне не надо. Все знаете, что это дух, энтузиаст эти конференции. И еще бывший атташе по культуре Александр Шемелевского всегда говорил, если нет Татьяна Владимировна, я не знаю, продолжались ли вы эти конференции. Спасибо вам, что благодаря вашей пламени, энтузиазмам мы вместе можем продолжать эти конференции, эту общую общественно-культурную работу. Спасибо. Я рад, что несмотря на жаркую погоду, у вас собралось очень много. Желаю вам хорошего вечера. АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно, глубокая благодарность Литве, литовскому посольству в России, господину послу Мременюсу Мотусову, культурному атташе Инги Ведугерите, покерению, и всем, кто помогает нам не только в этой конференции, но благодаря кому все это и происходит. Это мы должны вас благодарить, а не вы нас за то, что несмотря ни на какие внешние и внутренние сложности, уже, Мария Вячеславовна, сколько лет это длится, наше сотрудничество? Больше 20 лет. Было 20 конференций. И дом Болтрушайтица, конечно, для нас он имеет совершенно особое значение. Это аура, которая здесь сохраняется, которая нас всех объединяет, мы ей дорожим. И от этого, может быть, слишком настойчиво каждый раз, хотим, чтобы наши конференции проходили именно здесь. Действительно глубокая благодарность нашим литовским коллегам и друзьям. И, цитируя опять-таки Милоша, хочу сказать, да, мы, институт славяновения, существуем и бродим здесь в любимых местах, на неместах. Это дом Болтрушайтица и Мела Литува. Спасибо. Спасибо. Спасибо.